Вечер, мы очень рады вас приветствовать. Это необычная для нас выставка современного искусства, которая внесла свежую струю в наш обычный выставочный график. Мы очень рады видеть на нашей площадке Катю Сусоеву, Юрию Кермер. С вами было очень приятно работать, получилась замечательная экспозиция. Спасибо вам огромное. Передаю их слово к вам. Спасибо большое, Марина. Я традиционно, вот это уже четвертая выставка моя в открытом клубе, и теперь же наша общая. Все, что со мной происходит в этих стенах, всегда замечательно, высокопрофессионально, где Яша. Всегда полно тепла, юмора, заботы, и поэтому огромное спасибо. Нет слов. Вот. А по поводу работы я скажу словами Людвига Генштейна, что любое произведение, текст, опера, картина – это ковер. И из него каждый тянет свою нить. Я желаю вам вытянуть свои нити смыслов, чувств, ощущений из этой выставки. Спасибо, что пришли. Катя прекрасно сказала, тут даже нечего добавить, кроме слов благодарности. Конечно, открытому клубу и Кате за ее выдающиеся совершенно организаторские и все остальные способности. Без нее этой выставки, конечно, не было бы, как и не было бы нашей первой в Париже, которая вспоминает с огромной теплотой. Ну и надеюсь, что вы что-то действительно видите свое. Поэтому не будем вам навязывать свои идеи. Может быть, это будет совсем по-другому воспринято зрительно. В любом случае мы будем рады. Здесь есть еще замечательный Юрий Петухов, который так посматривал на нашу работу с Юлей. Мы бы хотели услышать по-русски. Добрый вечер. На самом деле, мне это было бы наконец-то в этой прекрасной прорице «Красавица». Как-то даже очень удобно. Такие молодые, красивые. Ну, потерплю, да. На самом деле, смотрите, какая история. Я познакомился и с Катей, и с Юлей, ровно 4 года назад, в времена ковида. Сначала познакомился с их работами, группе «Шар и Крест», потом познакомился с ними лично. И как-то мы так подружились. Я очень внимательно слежу за творчеством девушек, за их развитием. Они реально развиваются семимильными шагами. И одна, и другая. Я помню совершенно первые свои приобретения девушек. Они сейчас, ну, так немножко по-детски, честно вам скажу, по сравнению с тем, что вы делаете сейчас. Глобные очень сильно выросли. Я вас с этим поздравляю. В ваших работах появились какие-то дополнительные смыслы, которые, может быть, вы и сами даже еще не совсем понимаете, что вы туда, так сказать, нарисовали. Хотя, ну... Дай бог. Да, да, да. Потому что, ну, реально, там, для одной из выставок Кати, я вообще там писал какой-то текст, там, кто вы, доктор Зорги, потому что она мне показалась совершенно неожиданной, представила совершенно неожиданными своими работами. Юлю я просто люблю. И, как бы, тут вот любое-любое произведение абсолютно фантастическое, с моей точки зрения. При всем том, что на самом деле, как бы, вот, ничего такого, как бы, это сказать, помягче. То есть, вот, нету какой-то такой, знаете, вот, мы из три, которая, девушка, вот, бравировали. Есть погружение в какие-то смыслы. И вот, эта выставка про смыслы. Этих смыслов в работах девушек очень много, мне кажется. Ну, во всяком случае, я себе уже несколько, так сказать, целей наметил, если девушки в очередной раз меня не прокинут. У нас уже был случай, когда я там что-то выбирал, а потом девушки как-то так... Привыкаете. Я привыкшу, знаете, давно живу. Ну, в любом случае, я поздравляю наших героинь, героинь сегодняшнего вернисажа. Желаю дальше развиваться, как бы, и не останавливаться на достигнутом, потому что вы, по-моему, большие молодцы. Творческих успехов, удачи, гармонии с собой и с миром. Спасибо. Добрый вечер. Ну, я, конечно, прежде всего поздравляю Катю и Юни. Оказалось, что Катю я знаю давно, на выставках была ее, поэтому как только глянула, я даже не знала, может, сегодня выставка Кати, как-то глянула, я сразу узнала. Что меня потрясло раньше, сейчас еще больше, это вот сочетание в ней, я бы сказала, гениальности, потому что здесь сочетается математика, физика, оптика, философия, космос, авиация. То есть здесь присутствует все. Не говоря уже о том, что здесь присутствуют потрясающие умения, так сказать, увидеть это и применить, я не буду и искусствоверен. Понимаете, я просто вот так, как я понимаю эту жизнь и так, как я воспитана и прочее, вот так я. И, конечно, они красивы, обе замечательные, я уже сказала Юле, ну, Катя, я еще не говорила, да, я еще пофункте ее сказала отдельно. А в принципе, я бы хотела вот вам и вам пожелать, ну, мы находимся вот тут рядом, Цвета, я бы желаю, как-то дух ее тут витает, и я не буду все стихотворение, хотя, если хотите, можно и все, но я не буду, я просто скажу конец стихотворения, что есть на свете поважнее дела, страстных бурь и подвигов любовных. Ты, стучавший в эту мруть, молодой виновник вдохновения, я тебе поднимаю, будь, я не выйду с повиновения. Творите. Спасибо. И введение на вашей стороне. Спасибо. Спасибо.